Восвятая служба информации телерадо-компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. У школу с добрым настроем и подарунками. У регионе проходят доброчинные мероприемства для першоклассников. Работа со зворотами. Помочник президента Юры Шулейка провел прием грамадян у Рогачеве. Любимый дворик. Шмат функциональный детячий городок открылся на святе двора у Гомелли. Творчость молодых. У Гомелли проходит форум литератора у трех краин. А зараз об этом и иншим больше подрабязна. Сегодня у областных центра подвели выники регионального этапа республиканской акции с берем портфель першоклассников. У рамках традиционного социального проекта оказали допомогу детям сашмадетных и опекунских семьях и тех, которые находятся в социально небезпечном становище. Уся год подрыхтоваться до школы допомогли больше, чем четыром тысячам семьях. Про тяг темы в наступном сюжете. У Апошни летний день. Одной из пляцовок селетней акции с берем портфель першокласснику стал Гомельский лядовый палат спорту. Доброчинное мероприемство собрало 12 будущих школьников. Свои первые портфели я натремал из рук наместника старшини Гомельского облака Анкама Владимира Прывалова. Акция проходит в Украине уже омаль 10 годов. На годы для ее проведения послужило ожидание дорослых зарабить день ведов с оправдным святом абсолютно для кожного детяти, незалежно от материальных махчимостей у якой семьи. Свою кладу добрую справу уносит кожное предприемство и организация в области. Новые портфели, школьные проналежности и спортивный инвентар уручают детям, які выховываются у шмадзетных, опекунских, неполных семьях и утых, які опынулись у складанной житевой ситуации. Удячным отказом за такую подтримку в будущей не становятся поспехи детей в учебе и спорте. Владимир Прывалу отзначает, селета у першиню за 10 годов Гомельшина стала лепшей Украине по выниках централизованных аттестирования. Наш регион у лидерах и по спортивных досягнениях молоди. Конечно, приятно. Очень приятно. Это наш не первый портфель, так как мы многодетная семья. И мы тренера сами. Нас вот так вот приятно поздравляют. Большое спасибо, кто предоставил нам такие подарки. Это Гомельскому исполнительному комитету и Министерству спорта и туризма, что поддерживают нас и делают такие хорошие подарки. Амаль 200 першоклассников из розных районов сегодня приняли уделу святочным представлением у Гомельским театра «Лялик». Маленькие гости повитали выхованцы у дитяших домов с Гомеля, Мазыра и Гомельского района. 10 детей отримали свои пешие атрибуты школьника в портфеле с приладами письма. У подарунок от кировництва Гомельского облаканкама. Увыгали свой уклад. В проведение акции с берем портфель першокласснику унесли предприемства, сельские советы, органы прокуратуры, профсоюзные организации и представники приватных адлёвых установ. А кроме того, держава взяла на себе клопот про каждую семью, какой на подрыхток у детей до школы спотребилась эта помощь. Сегодня на подготовку и проведение этой акции, на подготовку к школе и помощь всем многодетным семьям, те, которые нуждаются в помощи государства, было выделено из областного бюджета 1,8 миллиона рублей. Всего сегодня в первый класс пойдёт около 16 тысяч первоклассников. Все сегодня учреждения образования готовы к новому учебному году. Проведены капитальные текущие ремонты, пищеблоки. Готовность в 100%. Ганна Ковалёва, Наталья Каприленко, Михаил Рабко, Сергей Лукашук. Телерадо. Компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Помощник президента Республики Беларусь, галонный инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, сегодня провёл у Рогачёве приём грамадян по особистых пытаннях. Да и гость вернулись 8 грамадян. Тематы Каскаргау – самое розное. До приклада у Жихарка вёске «Старый Доуск», якая займается подсобной господаркой, попросила да помогчы с выделением додатковых площадь земли. Гомельчанин заявил об тем, что не згодны с судовыми решениями. Прогучали и земельные пытанни, связанные с вызначением межа участков. Темчасом Жихарки агрогородка Лучин поскарделися на размещение разом со школой и царквой приватного магазина, и ки реализуя спиртные напои. Сюда неодноразово приезжали с проверками, однак порушения у деяностей гандлёвого объекта не знайшли. Магазин працуе у полной адповедности с законодавством. По выниках приёму Юрий Шулейка означает, у выращенні проблем грамадян треба уличываць чалавечий фактор, однак калі гэта не суперечыць закону. У целым работу са зворотами грамадян, якую проводять мясцовые олады, помощник президента охарактеризаваў становча. Есть динамика, есть абсолютная динамика, когда сегодня районные исполнительные власти и те, кто занимается сегодня приёмом граждан, это на всех уровнях, начиная от администрации президента и действительно районным исполнительным комитетам, что во многих вопросах отдаётся действительно объективный подход к решению данных вопросов, если это позволено решить или быстро, или с каким-то временем. Я не скажу, что сегодня есть халатность, есть вопросы, которые можно рассмотреть глубже и пойти на какой-то компромисс. Сё летняя надворья на Гомельщине оказалась спрыяльным для выросшывання льну. Нарыхтованной сыровины хопить, как полностью загрузить могутности двух працуючих у регионе льнозаводав. А мальпалова вырабленной продукцией у рамках держзаказу буде поставлена на Аршанске льнокомбинат. Остатне накируют на экспорт. Перспективами потекавился Олег Синцерову. Новую линию на кармянском льнозаводе смонтировали в 2014 году. Зараз тут вырабляется продукция, якая не только запотребованная на внутреннем рынке, а ей поставляется на экспорт. Сирот партнёров, предприемцев из России, Польши, Литвы, Китая зараз рыхтуется погоднение с латвийской компанией. Рентабельность завода каля 15%, а тому за экономичные кропки гляджения ён очувая себе достатково упыльненным. Перед тем, что выреченого хопая как загрузить могутности на 100%, до махчимых проблем тут усёжтаки готовые. В 2015-м у вынку притяглась пякоты загинула каля 10% посевов. Отсутность страченной сыровины привела до амаль месячного простоя обстреливания в минулом годе. Сегодня эта ситуация значительно больше сприяльная. Когда шёл рост, активная фаза роста, дождей хватало, у нас проходили, поэтому лён свой рост набрал. Качество продукции 30-го года не хуже уровня прошлого года. На 30% площадей должны получить лучше сырьё. То есть по качеству хуже не будет. Для того, как максимально эффективно выкористать всё вырешенное, на Кармянском ильнозаводе открыли участок палёных брикетов. За месячным объёмом у 100 тонн. У якости сыровины выкористовываются отходы основной вытворчасти. Подлечена, что тонны льно брикетов заменяют больше 4 тонны драунины. Яны экологично чистые и мают высокую теплоотдачу. Зараз разглядается мягчимость их поставок в организации социальной сферы. Лён в уголе культура стратегичная. Это сыровина для текстильной, папировой, медицинской, химичной и военной промысловости. Впадает самая значная проблема для региона – недохоп поселных площадь. Коли на Витебщине для выращивания льну пригодна кля 48% палетков, тонны на Комичине не больше 5, при том, что на каждом конкретном участку лён можно сеять. Только один раз в 5-6 годов. Землю подбирать всё труднее и труднее. И увеличивается плечо отдалённость от завода. А это перегон техники, перегон автомобиля, отвозка. Всё это сказывается на себестоимости льно-трестыльного лакна. И всё ж таки, отмавляться от выращивания льну на Гомичине не сбираются. На протягу двухопочных годов площадь под эту культуру займают в регионе 4800 гектаров. Это прикладно на узровне советских часов. И на 500 гектаров больше заданий Минт всегда скарчу. И такая информация. На 30 вересня у Карме запланованы первые в Гомельской области тестовали льну за прошением белорусских и замежных льноводов. Олег Синчаров, Евгений Макеенко, колерадокомпания Гомель, Карменский район. Узнагарода знайшла своего героя празамаль 30 годов. У Гомеле сёння уручили медаль за боевые заслуги ветерану боевых деяне у Афганистане Миколаю Вайтянкову. Гоноровая церемония отбылася у городским военкоматі. Павіншаваць виновника урочистості приехалі представники посольства Російськой Федерації у Беларусі, керавніства обласної організації, Беларуський союз ветеранов вайны у Афганистане, а так само курсанты Гомельського городского кадетского училища. У святочной обстановці Миколай Вайтянков отримав узнагороду, якую чекав Амаль 30 годов. Курадженец Жлобінського района свої інтернаціональны долгу у Афганистані виконував у городзе Баграмі. Тут размещалася авіабаза военнопаветраных сил СССР. Спачатку Миколай Вайтянков был старшыной эскадриллі, а затем авіацинным механікам. Дамедаля за боевые заслуги приставлены у 1989 годзе, аднак па шэрагу причин отримаць яго удалося толькі зараз. Гонаровая ознагорода знайшла свайго героя дзякуючы сумесной работе уладаў і громадскіх дзеячаў нашага регіона, а так само працтавнікоў комітета па справах воінаў інтернаціоналістов. При совете керавнікоў урадо удержав СНД. С 2000-х годз я сам начал заниматься этим вопросом. В одно время открыл интернет, посмотрев, да, я награждён медалю забавёл заслуги и обратився в администрацію центрального района. И они мне совместно с городским военкоматом помогли сегодня получить награду. Спасибо им всем. Здорове, счастье им. Молодые литераторы из Беларуси, России и Украины представили свою творчасть на першым международным форуме у Гомелі. Йон отбывся сёння у Центральной городской біблиотецы Мягерцына. На разгляд журы молодые аутры представили 90 творов. После конкурсного отбору выбрано 27 лепших. Так само вызначены владальники гран-при у двёх номінациях поэзии и прозе. Пераможцами стали жихары Гомельской області Фёдор Гусев и Андрей Верамел. У якості узнагороды молодым аутарам уручили их першые книги, выдадзенные Гомельским областным отделением Союза письменников Беларуси. Протягнулось мероприемство конкурсам на лепшее выканание уласных творов. Так само молодых удельников форуму чакали сустречи и майстры классы адвядомых письменников. Конечно, форум накерованный на то, якаб найти, подтримать молодого литератора і показати йому дорогу литературу. Що значить показать дорогу? Выправить його помылки, подказать некий накерунок. Для гэта єсть наставники, які утомлікуй лавряты Державной премії Беларуси. Гэта профессионалы, высшайшые пробы, які у литературы уже не один десяток год, мы гоноримся ими, 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 Международный форум молодых литераторов – одно з мероприемства «Декады сучасной беларускай литературы», присвеченная 500 годзю беларускага книгодруковання. Она будет проходять у Гомельской области по 8 вересня. У делу мероприемствах приймают больше как 100 литераторов. Кожный з декады присвеченный певной тематице. Например, День культуры, истории и крызнауства. День сучасной беларускай прозы, драматургии, публяцистыки и крытыки. Центральной падеей декады станут славянские литературные дажинки, які пройдуть завтра. А кроме того, у суботу, 2 вересня делегация письменника у Гомельщины приме у делу мероприемствах Дня беларускага письменства, який селета отбудется у Полоцку. Даречи сёння старшыня Гомельскага областного отделения Беларускага саюза письменника Уладзимир Гаурылович стал героем яшчэ одного мероприемства. У Палацы творчасті прайшла юбилейная вечарына, прасвечанная яго 50-ти годзю. Уладзимир Гаурылович народзіўся у вёсцы Вятчын Житковицкага района. Тут же скончыў середнюю школу, дзе вызначыўся не толькі доброй вучобай, але стварэнням самадзейнага школьнага театра. У актэве письменника таксаму вучоба ў педагагічным инстутуті имя Максима Танка. Пасля ён працаваў настаўнікам беларускай мовы і літературы, дырэкторам школы і галоным редакторам Житковицкай районной газеты. Пастоянно адрукавацца пачаў с 1987 года. За 30 гадоў творчай дзейнасті выдадніка светы Беларусі, старшыня Гомирскага обласнога адзялэння Беларускага Саюза письменнікаў, член прэзідуума правлення Саюза письменнікаў Саюзныя Дзержавы, лауреат республіканских і міжнародных конкурсав Уладзимир Гаурылович написаў і выдав 17 книг. Калі не будземця чалавечаўа таланта, калі ты не ўбачиш тое, чим живуть люди, чим живе твой народ, твоя краина, а ты нічого не напишеш людського. А чему я гуру людського? Для того, чтоб читали люди, у нас говорите, о, нечто написав людськое. Так и говорили неколи классики. Написав людськое. Только вот Владимир Гаурылович молодая чалавечим талантом і письменніцким талантом. И ён написав много книг. Я был за речі редактору всех, и ён пачынаючы от першы и да выбранага. Это письменнік высокага мастацкага узроны твары. Бывай лето, прывітанне школа. Под таким девізам напереда дні пачатку новага навучальнага года в Гомелі прайшло свята двара. Галунай падея и мероприемства стала адкрыцё шмат функціональнага дзятячага гарадка. Яго своімі сіламі пабудавалі жыхары ближайших дамоў. Под рабязнысі ў сюжэці Ганны Каральчук. Завершэнне школьных канікулаў не павінна выклікаць смутку. Жыхары Савецкага района вырышылі зарабіць сваім дзятям падарунак. Бацькі сваімі сіламі уладкавалі новы дзятячы гарадок. Дваровая тэрэторія ў гэтым месце окружана адзінаццю дамамі, ў яків жывыць больщак трыста дзятсей. Някалькі маладых і актывных семейных пар яшчы вясной вырышылі зарабіць інвістыціў ў будучыню. І на доброохвотных пачатках стали уладковыць дворову тэрэторію для дзятсей. У выніку до коліктывной працы долучыласі двісті сім'ў. Кожані допамагав чым мог. Калі нехрашыма, то матеріаламі і інструментамі. Много мам, пап ходят на уліцу дзятсі і решились, поговорили, а давайте попробуем купить одну качельку. Ну, дзятсі качели не було реально, на самом деле, ні одной. Попробовали, понравилось, постепенно люди начали к нам вместе помогать больше, больше, больше. Организовали, так сказать, небольшое такое, как вы видите, сообщество в соцсетях, в Айбере, добавили специальну групу. Люди помогали і постепенно у нас получилось вот это вот, что вы сейчас видите во дворе. Конечно, є задумки еще, но пока можем, что делаем. Працовать выходили, что день, по некалькі годзін на протягу лета инициативу подтримали у администрації района і коммунальним жилево-рамонтно-эксплуатацийным унитарным прадприємстве «Савецкая». У выніку прасчатры месяцы працы дзятячий городок, включая спортивные пляцовки для волейбола і мини-футбола, арэлі, альтанку, пясочницу і розные гульнявые конструкції. А кроме того, усталявали лавачки і огороджу. Саправды, корыстная праца Батькоу пополнила скорбонку добрых справ, промеркованных до 875-го дня народження города. Двор просто преобразился, он стал или становится уже визитной карточкой нашего района и инициативу этой дворовой территории подхватили уже и другие дворовые территории. В частности, очень приятно нам ответить, что улица Лазурна 12-14, Косарева-3, там также жильцы синициировали подобные мероприятия и тоже закупают игровое оборудование собственными силами. Мы его помогаем устанавливать и оказываем всяческое содействие. На святе с нагоды открытия городка дети отправились на пошук скарбов разум с пиратами. Кабы тримать приз, кожному треба было выканать творчие заданни. Так само в программе с поборництвы конкурсы и гульни за аниматорами. Творчие коллективы и выканавцы города подрихтовали свои музычные подарунки. Особливой популярностью корысталася тематичная пляцовка от супрацовников МНС. Варто додать, что такие массовые детячие святы у новом дворы уже стали традицией. Их творчие и инициативные батьки так само ладят самостоянно и с великой радостью. Ганна Корольчук, Яуген Макеенко, телерадоакомпания «Гомель». Гомельский областный драмтеатр подрихтовал подарунок для школьников с нагодой Дня ведау – доброчинный спектакль. На сцене представить постановку Ирины Кублицкой. У основе музычной казки под назвой «Не хочу быть собаком» пьесы Сергея Белова и Сергея Куваева. История про то, как важно быть верным самому себе, будет текавая школьникам початковых классов. Любой спектакль несет моральный и воспитательный момент. Кто из этого что берет, это уже личное дело каждого зрителя. Я думаю, что это сказка о дружбе, о любви, о том, что не надо подражать или пытаться занять не свое место. Естественно, любая сказка заканчивается, как говорят американцы, хэппи-эндом, но она учит дружбе, пониманию и желанию людей жить в мире, добре и любви. Убачить эту историю можно 1 вересня в 12 годин. В этот день дверы театра будут открыты для всех школьников и их батьков. Эти, а так сама иншая новина вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tevergomil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд» с новинами спорту вас познайомить мой коллега Михаил Садовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова